На аэродроме в Дягильве подвели итоги международного конкурса «Авиадартс». Российские летчики стали лидерами во всех его номинациях, а точнее в 11-ти. Штурмовая, истребительная, бомбардировочная, армейская, дальняя и военно-транспортная. Наши пилоты еще раз подтвердили, что сильнее и стремительнее в мире нет. Нельзя говорить, что соперники были слабые. Соперники также очень сильно подготовлены. И стремление было не меньше, чем у наших пилотов. Мы это отмечаем. И слава Богу, что именно в честной борьбе, напряженной борьбе завоеваны эти места. Лучшие экипажи получили кубки, медали и ценные призы. По итогам главного летного конкурса этого года летчики, занявшие третье место, получили в подарок скутер. Второе место – квадроцикл. Ну а лучшие из лучших уехали на своем личном автомобиле. На своем автомобиле из Рязани уедут и эти молодые люди, которые заняли первое место в номинации «Лучшая бомбардировочная авиация». Выполняли полеты на технику пилотирования, на поиск наземных объектов и обнаружение, а также выполнение полетов на боевое применение, с применением авиационных средств поражения. В частности, бомбометание и стрельбу у неуправляемых ракет. Но, на ваше мнение, сложно было побеждать? Конечно, сложно побеждать. Конечно, все были противники сильные, но мы оказались лучшими. Во время зачетных полетов экипажи из России, Китая, Казахстана и Белоруссии отработали применение ракет и бомб по мишеням различного класса, а также сдали нормативы по технике пилотирования, навигации и воздушной разведки. Заняли первое место летаем на вертолетах Ми-8. В сложной борьбе выиграли, рады, очень большой опыт, очень понравилась организация, хорошая, прекрасный летний день. Мы счастливы, что выиграли. В завершении программы асы со всей страны подарили жителям и гостям Рязани грандиозное воздушное шоу. Воздушные фантазии кажутся безграничные. Огромный аллигатор повис над аэродромом. Под лопастями К-52 вертолеты с хищным прозвищем закипают, как будто и асфальт. За свои шалости аллигатор извиняется, а зрителям от него поклон. Фигуры высшего пилотажа. Их выполнили стрижи и русские витязи, до которых здесь, кажется, можно дотянуться руками. Круповое выполнение петли Нестерова или мертвой петли у зрителей дыхание перехватывает. Все разговоры сейчас о следующих играх. Пройдут ли они в России, пока неизвестно. Иностранные партнеры уже задумываются расширить масштаб и проводить соревнования и в своих странах.